МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из 70-ти гонку продолжат 8. До выборов президента России остается 15 дней. На колуме 3 тысячи мобильных избирателей. Это, кстати, беспрецедентный результат. Ураган к бою готов. Колымский боксер-профессионал Вячеслав Мерзаев идет в бой с выносливым филиппинцем. На кону авторитет непобедимого. Проявести победу на колуму. Об этом и многом другом за 15 минут. Сегодня в полночь в Магадане снимут режим чрезвычайной ситуации. Он действовал 16 дней и позволил оперативно в обход затяжных конкурсных процедур нанять дополнительную технику для уборки снега и мусора после циклонов. В помощь из регионального бюджета направили 15 миллионов рублей. Для работы дополнительно удалось привлечь 18 единиц техники различных предприятий колумы. Каждый день на линию выходили 60 машин. В обычном режиме коммунальщики могли направить на треть меньше. За две недели удалось очистить от снега и мусора город и окраины. Сейчас мы будем продолжать работать, но в обычном режиме, без чрезвычайной ситуации. Вся эта работа будет продолжаться до последней снежинки, которая на улице лежит. Сейчас силы брошены на пешеходные зоны. Предстоит снять еще ледовую порту на тысячи проблемных участках. Работа осталась в большей степени для дворников. 1 марта президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства обозначил ключевые проблемы в регионах. Нехватку детских садов, транспортная доступность, качество медицинской помощи, утилизация мусора. В зале присутствовали депутаты, сенаторы, министры, руководители регионов. Более тысячи человек. Что очень важно для нашей территории, это прежде всего обеспечение, оказание медицинской помощи в самых труднодоступных местах. Наш регион как раз является таковым. Это огромное значение, поддержка талантливой молодежи и одаренных детей. В этом году послание к Федеральному собранию стало 14-м для Владимира Путина. В предыдущие годы речь длилась около часа. В этот раз вдвое дольше. В 2016-м глава государства сосредоточился на развитии цифровой экономики, реконструкции и обновлении школ, высокотехнологичной медицинской помощи. 1 марта Владимир Путин сделал акцент на безопасности страны и создании комфортной жизни для каждого человека. Наша задача теперь после послания президента проанализировать и не просто ждать, что это все произойдет исключительно с федерального уровня. И региональному, и местному уровню власти нужно будет принять какие-то решения по реализации положений, содержащихся в послании президента. Люди от нас этого ждут. Три десятка законов предстоит подготовить и утвердить депутатам Государственной Думы для выполнения задачи, которые поставил Владимир Путин. До 22 марта депутаты сформируют график работы. Сегодня 500 магаданских юношей и девушек собрал молодежный форум. На Колыме его проводят в шестой раз, но этот особенный. У него нет впервые названия, но впервые принимают участие эксперты в области молодежной политики из Москвы и Владивостока. Этот форум даже внес корректировки в планы замминистра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева. Он проведет со школьниками, студентами, молодыми предпринимателями, представителями общественных движений, волонтерами два дня. Гости проведут лекции по шести разным направлениям, но цель у всех одна – гореть. Гореть проектами и идеями, гореть желанием стать лучшим. Здесь, конечно, в первую очередь необходимо обратить внимание на грантовые проекты и конкурсы, благодаря которым студенты и представители молодежи могут получить финансирование на свои проекты от 300 тысяч до 2 миллионов, в зависимости от того, одно это физическое лицо или молодежный коллектив. В 2017 году впервые из 20 проектов, получивших президентский грант, 14 были колымскими. В Магаданской области живет 30 тысяч молодых людей, говорят специалисты. Очень важно сегодня помочь им выбрать нужные регионы профессии. Территория горная. Они должны понимать, что сегодня проще всего себя адаптировать в горной отрасли, что нужно поступать в мореходное училище, в училище морского флота, в училище рыбодобывающей отрасли. Главное – это сегодня показать, что ты собой что-то представляешь, что ты специалист, который готов развиваться. Но и самое главное – устремление дальше работать, работать, чтобы это увидели вокруг тебя. И дальше тебе всегда дадут дорогу. Дальний Восток – территория опережающего развития. Почему? Зачем? Для чего? Сегодня, как на уроке, подробно об этом рассказывал специалист из Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Светлана Горшунова. В Юго-Восточной Азии живет столько народу, столько потребителя, которые готовы огромное количество товаров у нас купить, съесть, использовать и так далее. А производить у них нет такой возможности. У них и территория маленькая. Лекция на этой площадке войдет в научную работу студентки Северо-Восточного государственного университета Марины Голущак. Она посвящена трудоустройству молодежи без опыта работы. Если все получится, ее обсудят ведущие научные работники Магадана. В интернет-источниках, также в библиотеках очень мало информации именно на этот год. И что-то новенькое можно узнать. А площадь Дальнего Востока, то, что равняется 11 францам, очень интересная информация. Молодежный форум рассчитан на два дня. Ежедневно в формате дискуссий и докладов будут работать шесть площадок, где поднимут горячие темы, например, студенческие инициативы, как инвестиции в будущее, а также откроют портал в бизнес и десятки других новаторских идей. Колымская столица готова к выборам президента. Избирательная кампания вышла на завершающий этап. Мобильный избиратель – главная новация выборов 2018. Теперь проголосовать возможно не только по месту регистрации, но и в любом избирательном участке. Правом голоса воспользуются также 150 тысяч россиян, которые находятся на вахте, несут службу на удаленных маяках, метеорологических станциях и других удаленных и труднодоступных участках. В Магаданской области таких 3000 человек. Все вопросы, которые стоят перед органами власти всех уровней в преддверии выборов, они решаются в штатном порядке в соответствии с утвержденными нами планами. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится вплоть до 18 марта. Все будут на своих участках готовы. Изначально на место главы государства претендовали 70 человек. В финальную гонку за пост президента страны вышли 8 кандидатов. За лучшую фотографию на выборах президента Российской Федерации избиратель может получить восьмой айфон. Всероссийский конкурс будет открыт 18 марта. В Магадане откроют 41 избирательный участок. Разместят специальные фоторамки. После голосования все смогут фотографироваться и стать участниками конкурса. Снимок необходимо разместить в социальных сетях, Инстаграм и ВКонтакте с хэштегом «Выборы49». Ведущие критерии, которые будут интересны участникам конкурса, это чем они раньше выложат свою фотографию, тем больше баллов они заработают. И также чем больше лайков наберет фотография, так же будет более количество баллов им присвоено. Кроме того, будет работать экспертный совет, который также будет оценивать эти фотографии. Волонтеры готовятся оказать любую помощь в организации съемки. Генерация идей по композиции кадра и ответят на вопросы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Магдане подвели итоги голосования за проект, который будет номинироваться на федеральный грант. Каждый день в течение двух недель магданцы отдавали выбор за понравившуюся идею благоустройства города. Парк «Маяк» на улице Приморской, сквер «60 лет» на улице Держинского и сквер на улице Королева в Соколе. В голосовании приняли участие около двух тысяч человек. Лидер – парк «Маяк». Проект набрал 833 голоса. На втором – сквер в Соколе – 758 голосов. На третьем – сквер «60 лет» и 130 голосов. На самом деле активность достаточно выше, чем мы даже ожидали. Это подтверждает тот момент, что люди ждут того, что их мнение будет важно. И власть делает совершенно правильно, что идет навстречу, организовывая различные точки, удобные места для горожан, чтобы это мнение можно было легко выразить. В конкурсе проектов принимают участие города с населением до 100 тысяч. Общий призовой фонд – 5 миллиардов рублей, который поделят на 80 победителей. Магадан на строительство парка «Маяк» может получить от 30 до 100 миллионов рублей. Реализовать проекты необходимо до конца 2019 года. Новый альманах увидел свет. Книга «Хочу все знать» имеет многолетнюю историю. Издавалась с 1957 по 90-е годы. Била рекорды популярности. Новое издание увидело свет благодаря партнерской программе «Магадан Энерго» – «Русгидро» и фонда «Дом детской книги». Альманах представляет собой сборник научно-художественных статей и очерков для детей. Авторами книги всегда выступают люди с ученой степенью. Рассказывают простым и увлекательным языком о новых открытиях и исследованиях. Сборник включает в себя разделы о земле, животном и растительном мирах, о космосе и будущем человечества. Сегодня во время презентации первые экземпляры 400-страничного сборника главный инженер предприятия «Магадан Энерго» Алексей Кликовкин передал библиотекам города и области. Статьи переработаны, они там вставлены, охватывают большой спектр жизни наших интересов, скажем, космоса, строения Земли. Даже увидел там прорастения, малину, клубнику, что по всей повседневной жизни нам это нужно знать. Это второй альманах «Хочу все знать» изданный энергетиками. Первый вышел в 2015 году. Сегодня для всех желающих доступна его электронная версия. Ее можно скачать в FlyMarket и iTunes. Призер конкурса президентских грантов Магаданская региональная общественная организация «Поколение» реализует проект всей семьей на выходной. В декабре прошлого года он получил федеральное финансирование на 500 тысяч рублей. Об этом говорили на молодежном совете в мэрии Магадана, где также обсудили итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания в Магадане. В проекте приняли участие около 12 тысяч человек. Это школьники, волонтеры, воспитанники различных клубов и детско-юношеских центров. 40 тысяч колымчан регулярно занимаются спортом. Такие сведения попали в публичный отчет Департамента физической культуры и спорта за 2017 год. Стимулом стали 13 спортивных объектов, которые построили и отремонтировали за год. Особой популярностью среди колымчан пользуются плавание, игровые виды спорта – волейбол, баскетбол, футбол и единоборство. А также лыжные гонки, горнолыжный спорт, фитнес и занятия в тренажерных залах. У молодежи вошли в моду занятия паркуром, воркаутом и скейтбордингом. На Колыме планируется строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Привлекут средства всех уровней, в том числе средства фонда особой экономической зоны. В этом году начнут проектирование нового трамплина для русской горнолыжной школы. Магаданские склоны ждет модернизация. Вот подъемные устройства, которые мы сделаем, они позволят нам, во-первых, разделить горы. То есть на одной стороне будут заниматься горнолыжники, на второй – сноубордисты. У туристов будет больше времени для того, чтобы кататься. И кроме этого мы на левой стороне, на РГШ, будем готовить с этого года трассу по сноуборд-кроссу. Там, где у нас наивысшие результаты. В этом году составлен план подготовки магаданских спортсменов в основной состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, сноубордингу и лыжным гонкам. В том числе летающей лыжницы Александры Кустовой, которая приняла участие в Олимпийских играх в Южной Корее и заняла 24 место. Колымский ураган на спарринг-сессии в Москве. Боксер Вячеслав Мерзаев готовится к мировому шоу профессионального бокса «Гладиаторы Ринга». Он пройдет 17 марта в Анапе. Славен бой, согласован, как главный бой вечера. Бой будет с оппонентом из Филиппин, Кенни Демицилла. Это довольно опытный боксер. Единственное, что этот бой не будет, мы не делаем его ни титульным, ни каких-либо, то есть никаких поясов выставляться не будет, мы ни за что биться не будем. В профессиональном боксе Вячеслав Мерзаев три года входит в топ-15 мирового рейтинга. За спиной 10 титульных боев. Ни одного поражения. Три месяца назад Тайд Цукпросерт Помпитак тщетно пытался отнять у Колымского урагана пояс чемпиона WBC International Silver. Очень четко, в нужное время, в нужное место пробивает российский боксер. Непокоренный холерик, провокатор, как его называет тренер Александр Патин, выбирает агрессивных соперников, поэтому в этот раз выбор пал на филиппинца. Это очень опытный парень, который на ринге провел порядка 20 боев. И отличается от такой жесткой и агрессивной манеры ведения боя. Ну, как говорится, парень с характером. Поэтому считаю, что бой будет очень непростым и интересным, на мой взгляд. Ураган уверен в своей победе на мировом шоу «Гладиаторы ринга». 17 марта поединок Вячеслава Мерзаева будут транслировать в прямом эфире каналы «Матч Боец» и «Бокс ТВ». Буду стараться оправдать ваши ожидания и в очередной раз привести победу на Колуму. Подруга, тебе чего? К мобильному репортеру МТК-видео пожаловала норка. Мужчина ловил рыбу. Неожиданно его одиночество скрасил таежный зверь. Интересовала маленького хищника добыча. Рыбак предложил удочку, но сошлись на бесплатном угощении. Все, выбирай любую. А спасибо, ну пожалуйста. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова